Рак щитовидной железы Рак щитовидной железы у детей диагностируется, как правило, на более поздних стадиях, чем у взрослых. Выделяют несколько факторов риска, связанных с развитием узловых образований щитовидной железы у детей, таких как дефицит йода, ионизирующие излучения, наличие в анамнезе заболеваний щитовидной железы у родственников. Щитовидная железа детей и подростков наиболее чувствительна к недостатку йода и радиационному воздействию. Основную роль в гиперпластических процессах на фоне дефицита йода играют ростовые факторы, активизирующиеся под влиянием дефицита йода лактонов. Одной из групп наиболее высокого риска являются пациенты, ранее получавшие лучевую терапию на область шеи по поводу злокачественной опухоли, к примеру, лимфомы Ходжкина, опухоли ЦНС, лейкоза. На данном слайде представлены наиболее часто встречающиеся мутации для каждого из форм рака щитовидной железы. Наиболее часто у детей и подростков встречается папиллярный рак щитовидной железы. Он составляет в среднем 80% от всех форм рака. Для данного варианта характерен высокий процент регионарного метастазирования в лимфатические узлы шеи, высокая частота внутри железистой диссеминации и наличие так называемых скрытых форм, когда метастазы являются единственным проявлением данного заболевания. Вторым по частоте встречаемости является фолликулярный рак щитовидной железы. На его долю приходится от 5 до 12% случаев. И у детей, в отличие от взрослых, эта форма рака щитовидной железы имеет более доброкачественное и медленное течение. Основным методом лечения у пациентов детского возраста является хирургический. Супрессивная гормональная терапия Супрессивная терапия применяется при популярном и фолликулярном раке щитовидной железы, независимо от объема предшествующего оперативного вмешательства. Задачами супрессивной терапии является коррекция гипотиреоза путем назначения левотироксина натрия, подавление гормон зависимого роста резидуальных раковых клеток путем подавления их секреции. Целью послеоперационной тереоидной абляции с использованием радиоактивного йода является разрушение остатков тереоидной ткани в ложе щитовидной железы и метастазов. Данная методика показана пациентам в группах умеренного и высокого риска дифференцированного рака щитовидной железы. У пациентов детского возраста применение цитотоксической химиотерапии нецелесообразно, ее использование ограничено случаями прогрессирования заболевания, невозможностью выполнения хирургического вмешательства радио-йод терапии или применения других терапевтических опций. На сегодняшний день идет речь об обязательном применении таргетной терапии генно-ориентированной и молекулярно-ориентированной, которая блокирует пути онкогенной пролиферации, прогрессирования и, кроме того, способна восстановить способность клетки к накоплению радиоактивного йода. Сарафиниб и ленватиниб ингибируют множество киназ, которые, как считается, участвуют в регуляции как пролиферации, так и ангиогенеза, двух важнейших процессов, которые способствуют росту раковой опухоли. Представлю клинические случаи. Первый клинический случай – это мальчик 12 лет с диагнозом фолликулярная карцинома правой доли щитовидной железы с метастатическим поражением легких P3B, N1B, M1, вторая стадия, состояние после оперативного этапа лечения. В июле 2020 года было впервые выявлено опухолевое образование в области шеи. По данным УЗИ гиперплазии щитовидной железы с выраженными диффузно-узловыми изменениями паренхима обеих долей и перешейка, диффузно-узловой зобти РАЦ3-4. В феврале была выполнена тонкоигольная аспирационная биопсия, цитологическое заключение – фолликулярная опухоль щитовидной железы. По данным компьютерной топографии метастатическое поражение легких. В марте 2021 года был выполнен референс цитологического исследования, подтверждена фолликулярная опухоль, четвертая категория по международной классификации БИТ-тесты. В апреле выполнен оперативный этап лечения в объеме тиреоидэктомии с региональной лимфоденэктомии, гистологическое заключение – широкоинвазивная фолликулярная карцинома, правой доли щитовидной железы с вовлечением перешейка с метастатическим поражением региональных лимфатических узлов. Запланирована терапия радиоактивным йодом. Второй клинический случай – это мальчик 17 лет с диагнозом «папиллярный рак щитовидной железы» с метастатическим поражением правого легкого ПТ1БН0М1. Вторая стадия – состояние на фоне комплексного лечения. В марте 2013 года было первично выявлено образование по результатам УЗИ щитовидной железы. Ребенок наблюдался эндокринологом по месту жительства. В июне 2019 года было зафиксировано увеличение образования левой доли до 1,7 см. По этому поводу выполнена тонкоигольная аспирационная биопсия. Результаты цитологического исследования – картина высоко дифференцированной инкапсулярной папиллярной карциномы. Выполнен оперативный этап в объеме гемиотереотектомии слева. По данным компьютерной томографии органов грудной клетки – множественное метастатическое поражение правого легкого. В ноябре 2019 года при контрольном УЗИ были выявлены признаки узлового образования правой доли щитовидной железы ТИРАЦ-4. Выполнен оперативный этап лечения в объеме удаления оставшейся доли щитовидной железы с центральной лимфоденектомией. В декабре 2019 года была выполнена сцентография всего тела с радиоактивным йодом. Патологическое накопление радиофармпрепарата в легких и скелете было не получено. С учетом низких показателей тиреоглобулина и антител к тиреоглобулину отсутствие накопления радиофармпрепарата было принято решение о морфологической верификации очагового поражения в легких. В январе 2020 года была выполнена биопсия очагов в легких. Гистологически было подтверждено метастатическое поражение правого легкого. В феврале 2021 года пациент был госпитализирован в научно-медицинский исследовательский центр онкологии имени Николая Николаевича Петрова с целью проведения оперативного этапа лечения на легком в объеме риторикотомии справа метастастоктомии и справа легкого. Гистологическое заключение метастазы популярной карциномы щитовидной железы в костальную плевру правое легкое лимфатические узлы рекомендовано проведение генетического исследования. На предмет поиска таргетных мишеней пациенту было выполнено молекулярно-генетическое исследование. Специфических транслокаций было не обнаружено. В дальнейшем было рекомендовано динамическое наблюдение. Спасибо за внимание.